Сегодня мы предоставим слово автору фундаментального труда идолича большевизма «Свобождение или небытие» вот эта вот книжка Дмитрию Крайневу, который достаточно подробно осветил содержание этой книги. И хотя беседа по поводу поднятой им темы может занять многие часы или даже годы, но в данном случае, плотно уложив информацию в короткое сообщение, Дмитрий Крайнев представил свою книгу таким образом, то заинтересованные читатели могут сложить представление о том, каково содержание этой книги, насколько оно серьезно, насколько оно фундаментально, а те, кто все-таки не смогут обратиться к этому серьезному труду, получат важную информацию, которую, может быть, стоит им пересмотреть несколько раз, чтобы заложить в свои мозги те представления, которые являются важнейшими для русского человека. В завершении видеоролика, в самом конце, будет сказано о том, где и как можно приобрести эту книгу. Андрей Николаевич Савельев, без которого книга «Идричи большевизма» не была бы никогда написана, предложил мне, как автору, дать анонс для зрителей его канала. Лет пять назад Андрей Николаевич сказал, что период исторической публицистики закончился, и сегодня требуются фундаментальные исследования. Необходимо системное осмысление исторических процессов нашей истории с привлечением максимально большого объема фактического материала. В итоге появилась книга объемом 700 страниц. Рассказать о ней в двух словах у меня не получится. Поэтому записал что-то типа обзорной лекции, рассказов, которые даст достаточно подробное представление о содержании написанной книжки. Сразу же хочу поблагодарить всех, кто уже заказал книгу. Некоторые читатели прислали отзывы на нее. Пользуюсь случаем, кстати, прошу всех тех, кто прочитал книгу и считает, что она ценная, также написать свои отзывы. Итак, некоторые выдержки из писем читателей. Прочитал вашу книгу, выражая огромную благодарность за проделанный труд. Книга помогла навести порядок в голове. Ваша книга, на мой взгляд, отличная. Многие скажут вам за нее спасибо. Книга написана ради истины, без вранья, логично и аргументированно. Значит, она найдет своего читателя. По состоянию здоровья сейчас нахожусь в госпитале. Но взяла с собой вашу книгу. Иногда встречаются целые предложения, повторяющие мои мысли, слово в слово. Очень радуюсь этому. И последний отрывок. Книгу читаю не торопясь. Делаю пометки на полях, закладки по важным для меня вопросам. Чувствую, как остатки моих ментальных решеток относительно советского периода жизни нашей Родины постепенно разрушаются. В общем и целом, чтение книги для меня представляет тот случай, когда реальная полезность прочитанного материала оказалась выше ожиданий. По структуре написанная книга, имея основную сквозную идею, тему, затрагивает многие стороны истории Российской империи и Советского Союза. Динамика производства, сравнение с Западом, моделирование вероятной траектории развития Российской империи, сопоставление двух мировых войн и оценка правителей Николая II и Сталина. Анализ советской экономической системы, боль писателей-деревинщиков о русской судьбе, многочисленные выдержки из выступлений неосталинистов, полемика с демагогией и подтасовками, которые они распространяют. Отрывки из текстов русских ученых и общественных деятелей, обширные заимствования из историографии, ведущие борьбу за правду и переосмысление русской истории. Прежде всего, Солоневич, Ильин, Баханов, Мультотули, Зыкин-Коптарь, Борисюк и другие. Из чего приходилось исходить при написании книги? Очевидно, что сознание нашего народа изуродовано столетним систематическим манипулированием и угасанием религиозного сознания через систему образования, средства массовой информации, литературу, кинофильмы, пионерию, комсомол и так далее. В результате русский человек ничего не знает о своем прошлом, оперируя ложными представлениями советского периода. Искривленное историческое сознание большинства, в свою очередь, не позволяет разобраться и в происходящих сегодня событиях. Многие исследователи ведут борьбу за историческую правду, разоблачая традиционную ложь относительно России до 1917 года. Но добытые сведения разбросаны в информационном пространстве отрывочно, фрагментарно и чаще всего посвящены какой-то отдельной теме, что не дает сформироваться насыщенным, объемным представлениям о прошлом. В результате профессиональная критика отдельных сторон большевизма, даже очень убедительная и аргументированная, не может исправить искаженное советское мировоззрение, сформированное на протяжении нескольких поколений. Историческая правда, вскрывающая отдельные вопросы, например, красный террор, коллективизация, голод, репрессии и так далее, просто отскакивает от вбитых в головы людей идеологических гвоздей. По этой причине, в лучшем случае, в голове у них путаница и хаос разорванного исторического самосознания. А в худшем, человек просто сдается под напором навязываемой неосоветской пропаганды и Сталина бесия, а тревожащие совесть факты просто удаляются в корзину подсознания. При этом средства массовой информации пропагандируют ложные формы патриотизма и упрощенную модель восприятия мира, что создает иллюзию величия советского прошлого. Сегодняшнюю деградацию всех государственных, экономических и социальных систем человек на контрасте сравнивает с советским периодом, когда подобного развала, разумеется, не было, и делает естественный выбор в пользу коммунистического прошлого. Потому что об имперском периоде истории России не знает ровным счетом ничего. По мере работы над темой стало ясно, что 1917 год является узловым моментом русской катастрофы. Лично для меня, как русского православного человека, данная работа стала данью памяти и раскаяния в отношении последнего русского монарха, государя-императора Николая Александровича Романова, который чудовищно обоган, как и вся наша история, с захватившими власть самозванцами и изуверами. Эта фальсификация истории носит предумышленный характер, потому что тот, кто владеет исторической памятью народа, тот и властвует над ним. Для меня Николай II – образцовый правитель, христианин и семьянин. И чем больше я узнаю о нем и его венеценосной семье, тем больше я люблю этих людей. Здесь я полностью согласен с Андреем Николаевичем, что наш государь был самым успешным монархом, который был дарован России Богом. И на страницах своей книжки я постарался это доступно показать и доказать. Теперь зададимся вопросом, а как коммунистической пропаганде удается держать сознание русского народа в плену уже целое столетие. Большинство наверняка знаком фильм «Ликвидация» с главным героем Давидом Гоцманом, заместителем начальника уголовного розыска, которого боялся и уважал воровской мир Одесса. Не будем вдаваться в ненужные подробности и споры. Понятно, что это художественный фильм, нам важен смысл сюжета. Что мы знаем о Гоцмане по фильму? Матерый профессионал, человек принципов и железной воли. В какой-то степени аналог Жеглова из «Место встречи» изменить нельзя. Лучший сотрудник УГРО, легенда и так далее. Но Гоцман вступает в перепалку с маршем Жуковым. К чему это приводит? Чекисты бросают Гоцмана в подвал, обвиняют в антисоветском заговоре. Ему шьют обвинения, заявляя «Материалов у нас на тебя залюбуешься, и все один к одному. Друг – карманник, сосед – вор, посещал сходку, договаривался с ворами, потом покрывал их. Это еще не все. Ты еще маршала-победителя с фашистами сравнивал». Дальше привычное дело Костоломов. Насилие над беззащитным человеком и по материалам уголовного дела вырулили бы все так, что никакой он не герой и не легенда, а законспирированный враг народа, которого чекист подводит под срок или вышку. Это ключевой момент в контексте рассматриваемых нами вопроса. Один и тот же человек в одно и то же время может быть назван как героем, точно так же врагом народа. Все зависит от отбора фактов и их интерпретации. Что сделал чекист? Он извлек из всего массива событий и информации лишь отдельные факты о госмене, опустив все, что не вписывается в задачу обвинения. После этого беззащитный перед системой человек валяется избитый в ногах чекиста. Однако, если расширить рамки рассматриваемого вопроса, добавив в эту куцу интерпретацию и другие факты о деятельности главного героя, станет понятно, что никакой госмен не враг и не преступник, а обвинение ему – обычная чекистская стряпня. Точно так же правда об исторической России после катастрофы 1917 года валяется в чекистских ногах и со времен Лениных и Сталиных ничего не изменилось. Деятельность манипуляторов от истории в конечном счете свелась к простой вещи. Все, что существовало до 1917 года, было плохо. Поэтому и изучать там нечего. Народ так и поступает, ничего не изучает, соответственно, ничего и не знает. Опирается в рассуждениях на десяток вбитых в голову гвоздей «Кровавое воскресенье», «Ленский расстрел», «Неграмотный нищий народ», «Отсталая страна с сахой лаптями» и все. Примитивизм и абсурдность такого способа познания прошлого очевиден. Попробуйте построить космический корабль, базируясь на таблице умножения и народных приметах о погоде. Всем очевидна глупость подобного предложения. Однако именно такой подход сознательно формируется в отношении национальной истории. И причина этого на поверхности, как только наши люди узнают правду о прошлом, их сознание и отношение к тем, кто изувечил нашу страну, переменится. А с этим может измениться и все в нашей жизни. Поэтому архивы закрыты и регулярно всплывает информация, что идет полномерное уничтожение документов, описывающих преступления прошлого. Задумайтесь над простой вещью. Почему можно ходить под красными флагами коммунизма или под триколором современного либерализма? Но категорически не допускается все, что связано с возрождением национального государства. Почему все национальное запрещается и подавляется на корню? Почему уже на дальних подступах блокируются любые попытки национального возрождения? Ответ простой. Потому что сила национального духа кроется там, в имперском периоде истории России. Наши враги это знают. Поэтому можно исповедовать все, что угодно, но только не идею построения русского национального государства. Мечтайте о Ленине, Сталине или Брежневе. Нет проблем. Но не смейте открывать правду о русской монархической власти, неизбежно ведущей к независимому пути развития русского народа. Чтобы не быть голословным, покажу вам книги уважаемых авторов. Валентина Катасонова и Ольги Четверяковой. Вот, пожалуйста, книги Валентина Катасонова. Это то, что просто есть в моей личной библиотеке, что я все время покупал, изучал. Вот прекрасная книга Ольги Четверяковой. Очень хорошая, ценная книга. Здесь все правильно написано. Вот прекрасная монография. Очень ценная, с моей точки зрения. Ольга Николаевна я очень уважаю как специалиста. Но с ее сталинизмом я, конечно же, не согласен. То есть, книги этих авторов спокойно издаются. Их можно купить в сетевых книжных магазинах. Хотя профессор Катасонов, казалось бы, обличает владельцев денег с их судным процентом и объясняет механизм властвования банковской олигархии над всем миром. А Четверякова подвергает критике мерзости современной закулисы, трансгуманизм и разрушительную роль Ватикана в отношении православной церкви и России. И ничего, их книги выпускаются и распространяются. Вопрос, почему так происходит? Потому что для операторов нового мирового порядка одинаково приемлема как либеральная, так и коммунистическая модель управления человечеством с их космополитизмом или альтернативным интернационализмом. А Валентин Юрьевич и Ольга Николаевна являются сталинистами, воодушевленно озвучивая мифологемы про якобы 9 тысяч построенных Сталином заводов или защиту национального самосознания русского народа, от развращающего влияние Запада при власти этого рябового маньяка. Поэтому в информационном пространстве могут присутствовать обе эти идеологии, критиковать и грызть друг друга, пересыпая народы, как горох, из одной чашки в другую. Даже Генри Киссингер, каббалист секты Бнайт Брид, сожалел об утрате СССР, поскольку душить народы при коммунизме инструментально легче и дешевле, чем при либеральных нравах и обычаях, в которых очень много препятствий в виде прав человека, защиты частной собственности, всевозможных общественных институтов, принципов согласования и так далее и тому подобное. Таким образом, при написании книги Идрища большевизма за основу была взята простая, в принципе, идея дать единый общий каркас событий, собрать в одном месте достаточный объем взаимосвязанных фактов, чтобы был понятен общий ход исторического процесса, одновременно поясняя в ключевых местах, в чем же заключается ложь коммунизма, которую красные идеологи по тому или иному вопросу закладывали в сознание нескольких поколений. Только максимально наполненная фактами картина дает возможность преодолевать исторические фальсификации. И чем подробнее эта картина, тем сложнее ее подделать, потому что реальные факты жизни будут сопротивляться искусственным схемам, противоречить сфабрикованным построениям и необоснованным выводам. То есть уши фальсификаторов сложно будет спрятать. А теперь каждый пусть просит себя, а что, собственно говоря, он знает о России, имперской России. И большинство очень скоро осознает, да, собственно говоря, ничего. Какое-то огромное серое пятно, противоречивые обрывки где-то прочитанного, что-то услышанного, увиденного, и гвозди в голове, кровавое воскресенье, слабовольный царь, голод, отсталость и так далее. Нужно отдавать себе отчет, что для создания липовой советской историографии был мобилизован огромный потенциал институтов и академий, силы нескольких поколений ученых и деятелей культуры. За ними стоят библиотеки исследований, в большинстве своем содержащие в себе подтасованные данные. Разумеется, не все в них неправда. Но факты всегда подобраны специальным образом, чтобы подтвердить нужные выводы. Поэтому неосталинисты так уверенно и нагло ведут себя. Архивы закрыты. Изобличать их вранье документами очень сложно. А за их плечами многотонные исследования русофобов и продажных или запуганных советских гуманитариев. Чтобы не быть голословным, в 1937 году была проведена перепись населения. Ее результаты не понравились Сталину, поскольку статистика демонстрировала разрушительный характер его правления и организаторов переписи просто расстреляли. А ее итоги засекретили. Проведенная следом перепись, разумеется, дала уже совсем иную статистику. Поэтому получается, как на выборах в СССР один кандидат спущенный сверху, из которого избиратели и выбирают себе одного депутата. Точно так же и в исторических исследованиях. Нужно доказать что-то. Это что-то доказывается. За счет умолчаний, преувеличений или сравнений несопоставимого. А из преднамеренно отобранных фактов можно слепить вообще что угодно. Например, когда идет спад производства в сегодняшней России, можно придумать термин «отрицательный рост». Это же рост, но просто отрицательный. В СССР на этот счет была социалистическая демократия. Чем не отрицательный рост? Когда выборами называется процедура, в которой никакого выбора нет и в помине. А теперь приведем статистику из книги «Идалище большевизма», демонстрирующую ложь советской историографии. Итак, в Царской России полным ходом шел процесс промышленной индустриализации. Причем масштаб ее превосходил масштабы индустриализации сталинской. Если в 2013 году Российская империя закупила оборудование почти на 800 миллионов рублей, то в СССР с 21 по 40 в среднем на 580 миллионов в год. И даже в период сталинской индустриализации 29-40 года импорт оборудования чуть превышал 700 миллионов рублей в среднем в год, то есть меньше, чем в 2013 году. В книге этот вопрос рассматривается достаточно подробно, причем данные специально берутся из советских же справочников и источников. Торговый оборот Российской империи в 2013 году составлял 10 миллиардов рублей. При этом экспорт превышал импорт на 500 миллионов. Соответственно, империя имела огромные золотовалютные резервы и запасы. При этом среднегодовой торговый оборот довоенного Советского Союза, сталинского, составил лишь треть от уровня 2013 года. Именно этим и объясняется ущербность сталинской индустриализации. Большевики распродавали за бесценных сокровища, копившиеся веками, драгоценности и произведения искусства. Грабили церкви и выдирали из народа бытовое золото и серебро через систему Торксина, когда люди отдавали последнее во время голода. Но и это не позволило закупать оборудование в тех объемах, которые были доступны более мощной и сбалансированной экономики Николая II. При сохранении показателей 2013 года за период 2021-2040 годов можно было закупить в 2,5 раза больше современного оборудования на Западе, чем смогли себе позволить большевики, разорившие страну гражданской войной и безумными экономическими экспериментами. Другой блеф – коллективизация и рост производства зерна в колхозах. Последние десятилетия царской России сбор зерна составлял почти 80 миллионов тонн в год, достигнув в 2013 году максимального показателя почти в 90 миллионов тонн без Польши и Финляндии. В Сталинском СССР после проведения коллективизации в среднем собирали лишь 75 миллионов тонн. Если за четверть века правления Николая II производство зерна выросло в полтора раза, то коллективизация остановила этот процесс. Даже в военном 2014 и 2015 годах Российская империя производила больше зерна, чем сталинский колхозный строй. При сохранении динамики, достигнутого империей, к 1953 году производство зерна выросло бы еще в полтора раза относительно достигнутого уровня к 2013 году. Вместо этого был создан выгодный только лишь партийной номенклатуре рабский по существу колхозный жесточайший строй. Следующий миф – коллективизация обеспечила страну зерном. Зерно обеспечило индустриализацию. А индустриализация, соответственно, обеспечила победу в войне. Как обычно у коммунистов, правда здесь перемешана с ложью. Факты же таковы. Доля зерна в экспорте СССР в период индустриализации и коллективизации была ничтожной. В течение 8 предвоенных лет из 14 доля зерна в экспорте колебалась от 1 до 10%, лишь несколько лет достигая 19%. Это говорит о незначительности зернового экспорта в оплате иностранного оборудования. Соответственно, апологетика колхозного строя строится на вранье. Вообще, коллективизация, с моей точки зрения, это центральный пункт противостояния людей нормальных и ненормальных. Вторые утверждают, что можно и нужно применять к людям изуверские методы принуждения, чтобы те хорошо работали. Сама суть сталинизма заключается именно в этом. Строительство счастливой жизни путем всестороннего подавления, угнетения и насилия над народом. В книге «Идалище большевизма» на этот счет приводится масса фактических данных. Вообще, коммунизм – это тотальная и бессовестная ложь во всем. Они использовали военспецов старой армии в гражданскую войну, а затем всех расстреляли. План «Гойл-Ро» создали специалисты старой школы, многие из которых впоследствии также были репрессированы. В 2021-2024 годах разразился жуткий голод, охвативший 40 губерний и унесший от 3 до 5 миллионов жизней. Американская администрация помощи, АРА, и другие международные организации, начав с детей, довели число людей, получающих питание, до 10 миллионов человек ежедневно, чем спасли от неминуемой голодной смерти на просто огромное количество русских людей. Кто знает хоть что-нибудь об этом сегодня? А тем более в советское время. Индустриальный рост первых пятилеток был обеспечен западными кредитами и работой американских и немецких специалистов. Коммунисты, воспользовавшись этой помощью, все ее плоды затем приписали исключительно себе, распространяя мифы про 9 тысяч построенных заводов, которых на практике было в разы меньше. Геноцид коллективизации сократил поголовье скота, снизил урожаи, ввел страну в режим систематического недоедания, чуть не угробив русскую деревню. А коммунисты до сих пор лгут о достижениях рабского колхозного стойла. В критический момент войны 42-43 годов Сталин получает значительную помощь от США по ленд-лизу оружием, техникой, материалами и продовольствием. После победы большевики предали забвению все эти факты истории. Другая страна, о которой большевики все эти годы старались молчать, ничего не говорить народу, это роль русской эмиграции в создании сверхдержавы Соединенных Штатов Америки. Назову имена всего лишь пятерых наших соотечественников, покинувших Россию. Далее вы поймете, почему были выбраны именно они. Игорь Сикорский, создатель первых в мире тяжелых бомбардировщиков, грант русский Витязь и Илья Муромец, был награжден государем Николаем II орденом Святого Владимира, премией в 100 тысяч рублей и золотыми часами, личным подарком императора. В США, куда Игорь Иванович был вынужден эмигрировать, авиаконструктором была создана отрасль вертолетостроения, и его машины долгое время были лучшими в мире. Подавляющую часть персонала компании Сикорского набиралась из русских эмигрантов. В 59-м году Хрущев был в гостях у президента Изенхаура. Тот предложил покататься на вертолете, чего еще ни один из руководителей СССР не делал. Генсек был так потрясен удобством и практичностью машины, что попросил подарить или продать несколько таких машин. В марте 60-го года две машины Сикорского и два Боинга прибыли в Москву. Наряду с Сикорским Россию покинула целая плеяда выдающихся ученых и инженеров. О славе русских авиаконструкторов в Америке красноречиво свидетельствует тот факт, что при создании новых авиационных фирм инвесторы ставили условия, чтобы половина инженеров состояла из русских. Другой эмигрант – Александр Понятов, создатель компании Ampex, который разработал первый в мире катушечный видеомагнитофон. В 1956 году американский канал CBS пустил программу в записи с вечерними новостями, а в 1959 году Хрущев, посетивший США, лично познакомился с Понятовым. Техника Ampex долгое время была безусловным лидером в своей области. В 1958 году американское космическое агентство НАСА избирает видеомагнитофоны Ampex за высочайшее качество и надежность для обслуживания космических полетов и до сих пор не изменяет этому принципу. Летом 1959 года на американской выставке в Сокольниках был продемонстрирован массовый видеомагнитофон компании Понятова и запись встречи Хрущева с вице-президентом Никсоном. Просмотреть эту видеозапись в СССР тогда было невозможно, так как советский видеомагнитофон «Кадр» появился только в 60-м году. Русская диаспора на севере Калифорнии чтит Александра Матвеевича почти как святого. Он дал работу тысячам русских, помог создать православный женский монастырь, приют для престарелых. Всю свою жизнь он жалел, что не может работать в России. В память о родине он распорядился сажать по две березы перед входом в каждый филиал Ampex. В Африке эти деревья пришлось даже накрывать специальными куполами, чтобы создать нужный им климат. Владимир Зворыкин в начале 30-х годов создал современное телевидение и в этом аспекте в особом представлении не нуждается. Кстати, первый телевизор СССР ВК был основан на разработке Зворыкина. Народный комиссариат электропромышленности закупал соответствующее американское оборудование. Однако, помимо своего эпохального изобретения, Владимир Зворыкин создал также первый в мире прибор ночного видения, контролируемый оператором авиабомбу, что стало прорывом в сфере военных технологий и обеспечил его русский инженер. Зворыкин разработал подсветки для автомобилей, инфракрасные прицелы, систему теленаведения ракет, электронный сканирующий микроскоп, капсулы с монтированными в них видеокамерами для медицины и многое другое. Скажем пару слов об Андрее Чилищеве. В ноябре 2020 года, будучи юношей, он умирал от ран на Перекопе и был чудом спасен казаком, который принял его за ребенка. Рост Чилищева не превышал полтора метра, но на лице раненого не было снега, как у погибших, лежащих рядом. Перебравшись в США, Чилищев организовал там образцовое хозяйство, подняв планку виноделания в Северной Калифорнии на прежде недоступную высоту, сделав свое вино эталоном. В результате, начиная с 40-х годов, культовое вино Чилищева, созданное им на базе виноградных сортов в Каберне-Савиньон, стало официальным вином при приеме глав государств в Белом доме. На русском кладбище в городе Джексон, штат Нью-Джерси, на могильной плите высечено в память о русском гении Владимире Ипатеве, изобретатель октанового бензина. В начале века он первым синтезировал изопрен-дивинил-полиэтилен. Его открытие ляготвостного промышленного органического синтеза откроет путь к производству пластмасс и полимеров. В годы Первой мировой войны химики Ипатев, имеющий генеральское звание, создает на Донбассе современное производство взрывчатых веществ, в чем очень нуждалась тогда русская армия. Когда большевики стали истреблять окружение ученого, он вынужденно эмигрировал, в 1935 году он изобрел технологию получения высокооктанового бензина, который повышал эффективность работы двигателей на 20-40%. На практике это привело к победе британской авиации над немецкой Люфтваффе во время воздушной войны над Англией в 1940 году. Преимущество британской авиации было лишь в том, что они заправлялись ипатевским бензином с октановым числом 100, а самолеты Германии использовали горючее с октановым числом 87. СССР всю войну испытывал дефицит авиационного бензина, получая огромные объемы ипатевского высокооктанового горючего в рамках американских поставок по Ленд-Лизу. Этот бензин просто смешивали с советским горючим, пытаясь хоть как-то выйти из положения в условиях войны. Один из учеников ипатева, американский профессор Саенс писал, «Вы, русские, не представляете себе, кого вы потеряли в лице ипатева. Не понимаете даже, кем был этот человек. А на работу в свою лабораторию он брал или только русских, или тех, кто хоть немного говорил по-русски». Что мы видим на этих примерах? В то время как советские ученые Королевы, Глушковы, Тополевы и многие-многие другие были рассажены заботливым, в кавычках, сталинским государством плотными рядками по тюремным шарашкам, наши соотечественники создавали на Западе новые прорывные технологии, были людьми уважаемыми и обеспеченными. Имена Секорского, Понятова и Зворыкина внесены в список наиболее значимых бизнес-лидеров Америки и в Палату славы изобретателей США. А теперь оцените русскую трагедию 20 века. Гостя в США Хрущев летал на вертолете русского инженера Секорского, заправленным бензином русского химика Ипатьева. Снимался на видеоаппаратуру русского инженера Понятова, что показывали по телевидению изобретенному русским инженером Зворыкиным. И на приеме в Белом доме советская делегация дегустировала вино, созданное русским виноделом Челищевым. Русская инженерная школа была создана системой имперских учебных заведений. Если эти и другие многочисленные данные, которые есть в книге, и о которых здесь невозможно подробно говорить, интегрировать в общую картину, то никакой убогой и отсталой страны, специально выдуманной большевиками, не будет. Россия начала XX века совершила стремительный рывок в развитии. Это признавали революционеры, чесавшие свои затылки и размышляя о нерадужных перспективах собственных карьер. Тот же Ленин в Швейцарии накануне февральского переворота 1917 года сетовал, наше поколение не увидит революции. А Эдмонд Ери, представитель французских финансовых кругов, посетив Россию лично и исследовав ее вдоль и поперек, признавал очевидное, что Россия неуклонно идет к господству над Европой. Как я уже говорил, ключевым для понимания русской голгофы XX века является фигура последнего государя-императора Николая II. Вот что говорили о нем выдающиеся христианские подвижники наших времен. Николай Гурьянов с острова Залит прошедший лагеря глубоко почитал царскую семью и говорил кто любит царя и Россию тот любит Бога и Россия не поднимется пока не осознает кто был наш русский царь. Кирилл Павлов также глубоко почитал царскую семью и говорил о Николае II великий мученик первый удар принял на себя. Гавриил Ургибадзе который 1 мая 1965 года поджег огромный плакат Ленина за что был избит до полусмерти и заключен в психбольницу также очень глубоко почитал царя Николая II и его семью как великомучеников задолго до их канонизации. И напротив огромную армию раскрученных медийных персон современной РПЦ которые в унисон с советскими товарищами воспевают реалии коммунистической жизни и клевещут на имперское прошлое. Этих людей с неестественно гибким позвоночником воротят от традиционной России, от нашего царя, всех этих Осиповых, Ткачевых и Максимовых прямо как бесов от святой воды. Столетия назад прозвучала кругом измена и трусость и обман этот процесс продолжается по сей день грозя русскому народу полным истреблением и исчезновением из истории. Без глубоко религиозного осмысления невозможно понимание спасительным для России принципам монархической самодержавной власти. Святая Русь и коммунистическая идеология это антиподы и непримиримые враги. Как сказал преподобный Паисий Святогорец дьявол закинул сети чтобы поймать в них все человечество. Богатых он хочет уловить масонством бедных коммунизмом а верующих экуминизмом. Неискаженное православное самосознание раскрывает истинный смысл коммунистического учения революционеров который заключается отнюдь не в хлебе насущном это вопрос духовного спасения или погибели души как отдельно взятого человека так и всего народа. В своей книжке Идалище большевизма вот эта книга я постарался вскрыть систематическую и поддую ложь о России опираясь на принципы Василия Макарьевича Шукшина который в свою очередь услышал от замечательного актера и прекрасного человека Бориса Галкина Я старался быть объективным насколько это возможно не отрицая проблем которые реально существовали в нашем прошлом одна из глав книги имеет название что большевики сломали хребет христианства на самом деле они сломали хребет и интеллигенции и рабочему сословию и офицерству и священству расправами лютой нечеловеческой жестокостью подавлением всего самостоятельного и насаждением экономических принципов по которым ни у кого нет желания нормально трудиться в заключение информации о самой книге стоимость книги с пересылкой составляет 1150 рублей для получения нужно написать письмо мне на мою электронную почту sts s как доллар sts тире dima собака mail.ru затем получив от меня ответ номер карты произвести оплату прикрепить квитанцию и выслать данные кому и куда отправить бандероль с книгой благодарю всех кто досмотрел это видео до конца тире тире